то есть вы сейчас живете именно в екатеринбурге ездите работать да я как в 18 лет сюда приехал так отсюда и взял можно ли сказать что екатеринбург это прям дом и любимый город конечно среди красивый не было мысли вообще переехать в москву я жил в москве целый год мне там не понравилось мы там как раз занимались творчеством очень много писали хорошо там я получал но как-то вот не мой это город суетливо шумно и громко не моем я уехал сегодня у нас студии гость который в представлении не нуждается сергей ершов здрасте когда к в начал приносить деньги потому что изначально когда ты начинаешь играть это альтуристические начала там сам на свои деньги покупаешь какие-то реквизиты прочее а потом еще спонсоров для того чтобы ездить это же орг взносы ну как сказать мы вообще начинали играть в квн ну так сказать по приколу то все это как хобби было люди там кто-то на лыжах катается кто там еще что делать мы вот почему-то нам нравилось шутить веселиться и выступать никто даже тогда в мыслях ни у кого не было в то время там это какой был 93 там черт и что мы когда-то это станет делом жизни невозможно было представить тем более те времена сколько те лет было в то время девяносто третьем три года было люди которые были чуть постарше они даже в мыслях не могли представить что вообще писанина до что человек может сидеть писать какой-то юмор и зарабатывать деньги мы мы знали все авторов да там братьев стругацкие там какие-то да там знаю беляев там какие-то там полстовский это люди которые до писатели но где они и где мы какие-то сварщики там электрики супи понятно что это вот такая пропасть это сейчас все это близко то есть принципе любой человек может стать кинозвездой может стать там каким-то писателями так далее благодаря интернету в то время это были недосягаемые совершенно люди и какие-то профессии которые нам были неведомы и поэтому мы все я работал каменщиком вообще после того как работал на том самом пресловутом заводе в азбесте я работал много лет каменщиком вообще шестой разряд каменщик у меня так что если вдруг у людей атрофируется чувство юмора абсолютно значит такая эпидемия бац и люди перестали смеяться все я пойду каменщиком работа вот и в то время понятно что это даже даже в мыслях не было ни у нас там не у наших родителей вообще не у нашего поколения окружения даже что этим можно заниматься всерьез наши жены там вот так пальцем лизка крутили ну ладно побалуйтесь типа дурачки детей пока нет пройдет по уже за мою любимую тему зацепились что же с дорогами происходит вот хотелось бы спасить одно для начала вот смотрите что мне кажется народ очень сильно возмущают тогда когда не выполняются абсолютно логичные вещи вот абсолютно логичные что такое логичная вещь это когда человек берет строить дорогу он не устроит и потом если он ломается он не переделают сам это же логично логично почему у нас все наоборот эти расскажу одну историю не рассказал один дорожник они когда делаю трассу идеально очень красивые и приезжает принимает комиссия все принято ночью приезжают ребята с дрелями со сверлами и эту дорогу дыряют сверлочки вот такие маленькие незаметны затем что через год этой дороге не будет и они снова получат деньги и снова будут и устроить вот вот так она устроена хочет спросить а зачем а для того чтобы пилить деньги ну мне кажется другого объяснение хотя казалось бы построил то дорогу и да и гарантию 20 лет все вперед возьмет надо будет как-то об этом а работали мы все я вот работал каменщиком я у меня в 7 утра забирал забирал специально автобус нас забирала на жб и жил на съемной квартире жена мне давала такие две баночки в одной суп такие 0807 другой котлетка с пюрешкой все я ехал на работу я вот так работал каменщиком вот а вечерами мы собирались в упи пытались что-то юморить и вот в какой-то момент мы засветились на первом канале нас там оценили потом несколько лет мы туда-сюда шарохались но все равно все продолжали работать никто не бросил работу брикоткин был штукатуром вот я каменщик до соколов шиномонтажа шиномонтажки работал то есть рожков вообще был водителем ну то есть вот такие профессии все ну то есть понятно понятно что человек работает он получает деньги кто-то какие шутку написал получил кто заплатит за эту шутку непонятно вот и когда мы стали уже чемпионами вот только тогда примерно начало так у нас сознание до нас доходить что наверное можно и на этом зарабатывать и тем более появились еще команды которые готовы были платить за авторство да то есть 98 года вообще мы начали ездить по гастролям и ребята поняли но я тогда не ездил на гастроли ребята поняли что там денег больше чем чем за штукатурство хотя брикоткин этого не понимал аж до 2000 года то есть наши когда ездили он гоня ребят к вы нам приходит и уходит а штукатурка до последнего лежался в итоге когда уже к нему пришли перед над ним посмотри на мой пиджак и на свой давай он сказал лада сорокину сергей ивановичу сказал начальник я ухожу в кого он так сказал ну и не дурак и все с тех пор конечно мы занимаемся именно творчеством вот а я как заработал первые деньги именно на шутках то есть меня стали звать команды мы начали работать плотно то есть там по дням мой день стоит столько то допустим его мой сценарий 100 стоит столько и какой-то момент я тоже понял что эти деньги выше чем работа каменщика я ушел тоже строить собственно все банально очень а сейчас посмотри на эту индустрию это же ну кто 20 лет назад мог представить что на такой уровень выйдут вообще способности человеческие писать юмор сейчас же весь все телевидение держится на ковенщик ну юмористическое ну да вот на любой канал посмотришь больше ковенщики работают именно ковенщики спасибо и сам василичу низкий поклон ни один из ковенщиков не скажет плохого слова про него спасибо ему за наше счастливое детство вы сейчас как-то следите за современным к веном о том что происходит сейчас конечно я все игры смотрю и примерку и вышку даже бывает заглядываю там какие-то ну екатеринбурге мы с тобой кстати познакомились я до недавнего времени был редактором еще мне нравится знаешь когда приходят молодежь у тебя смотрят просят совета ты им там лишь но ребят вот так лучше лучше так мы хотим так и делайте я вот такой редактор был то есть вы не говорите не это все фигня перекраивать есть другие редакторы которые там в москве там высокие ребята миша гуликов и так далее они говорят нет ребят это уберите я никогда не говорю уберите я всегда советовал убрать и говорил аргументы послушают они нет это уже их проблема иначе никак они не будут развиваться ну да ведь шутка живет сколько от написания до того момента как ее услышал зритель вот вот это вот это время и если зритель не уши не не услышал то мы не понимаем она как как эта шутка умерла или она бы продолжала жить мы не знаем а на этом пути куча людей допустим твои товарищи говорят да не ну не смешно потом куча редакторов там которые говорят убери да потом там еще что-то реквизита нет условно говоря для этой шутки ну очень много моментов но пока ты ее не проверишь на зрители ты не можешь сказать хорошая это шутка поэтому я максимально я я свой барьер убирал всегда пожалуйста прошу вас друзья мои прямиком к залу какой шуткой или миниатюрой вы прям гордитесь что вот она такая классная она прям зашла и она может быть несколько лет уже живет либо вот недавно описаны до наличного слушаю не знаю много за что гордишься потому что лет прошло много написано очень много я обработал с кучей команд потом как-то все кого нашел задний план потому что появилось собственное шоу у нас уже около тысячи скетчей нашей команды понятно там что часть моих там моей авторской группы но если так на вскидку я люблю такой знаешь юмор немножко абстрактный и вот однажды я написал шутку и она где-то валялась в архивах команды уездный город я уж про нее забыл и тут недавно но не так недавно когда еще играл в квн там когда они стали чемпионом лишь не вспомнить 2003 или 4 год они и сказали я так порадовался что все-таки оценили мой космический папа космического юмора у нас сюда считался дмитрий соколов кстати вот мы находимся примерно шутка про тоже что в америке построен такой высокий небоскреб что если посмотреть с его вершины за горизонт можно увидеть собственный затылок надо понимать да что ты смотришь на горизонт и твой взгляд вокруг земли и ты видишь собственно путешествуете часто да какие-то мои путешествия страны или запоминающиеся садимся за руль и вперед сейчас кстати неделю назад в инстаграме ушло жжем соляру сергея мешал это как раз вот рубрика будет где я там делаю короткие такие нарезки о своих путешествиях вот этот будет репортаж про то как мы весь июль провели по всей стране объехали очень много запад и в том числе во франции там заскочили на форт боярд повезло как там казалось повезло потом конечно на форте было жутко страшно вот этим летом собираемся на алтай если получится может до байкала доедем а так мы очень много ездим вот эти заметки посмотрите кому интересно там минутные такие ролики там прям очень очень быстро про всяких города страны и так далее если какие-то темы табу на которой вы не пишите шутки ну то есть например в к вене это там политика если какие-то жесткий черный юмор про там политических деятелей либо религия а вот лично ваши какие то есть такие темы да у нас у всех есть свои барьеры такие в команде и когда какая-то группа без этого барьера вытаскивать свой номер но мы кстати вообще не лезем сейчас творчество друг друга потому что мы выработали такую схему что у нас пять коллективов авторских которые вот то что хотят то и делают и поэтому у нас и концерты получаются разные как бы соколова это одни номера там от нас другие там от мясникова третий ну вот а во вторых не мешают творчеству еще сам это обалденный момент какой вот отличие от кого на что нет никакой редактуры вообще то есть вот то что мы придумали мы это сняли мы это показать единственное что иногда составе с приходят какие-то там ремарки типа вот эта музыка она зарегистрирована уберите а вот эта шутка политическая лучше бы убрать потому что мы не политические каналы стесно их понимаю зачем там семьям сидеть и слушать там про какую-то там не знаю про натовского какого-то там человеком какие-то шутки есть такие это не не криминально все пожалуйста мы убираем и наш концерт хуже не становится и вот и мы не лезем как бы в это все творчество но иногда настолько режет слух допустим мой когда там одна из групп допустим говорит слово которое но для меня неприемлемо то есть она не не литературная но и не матерная на грани грубо говоря ну и то что на грани она для меня за грани то есть там не буду сейчас говорить что за славу есть такие слова я подхожу говорю пацаны я не лезу ваше творчество годами но вот это слово можно убрать да чё ты начал это же самое что ко мне подходит слушай но зачем ты это делаешь это же плохо но все равно рано или поздно мы приходим к какому-то моменту одна группа допустим совершенно не приемлет шутки про религию то есть про христианство и так далее так далее то есть не буду говорить кто это они сюда подходят ребят вот это бы лучше убрать ну бог все видит зачем вам это надо кто-то соглашается кто-то нет я лично себя соглашаюсь и рыба не вопрос другая группа нет принципиально мы оставим но как вот эти вот конфликты они же не всегда быстро решаются и безболезненно для всех участников конфликта как вот вы если лишь про это это не конфликт это не именно это одно вообще какие-то я не знаю ругань и внутри команды потому что люди творческие кто-то там и на что-то обижается кто-то постоянно на что-то обижается мы просто столько лет вместе ему у нас все только не было не разговаривали друг с другом еще что-то там но постепенно все начали понимать что мы друг без друга никто собственно и поэтому даже уже кто-то не разговаривал уже ладно все хорошее чудо с тобой я уже начал разговаривать в общем прошли и вот для меня лишь то прошел тот этап когда надо было обижаться что-то там доказывают мы уже все знаем друг друга как облуплены смысл чего там сейчас это зачем непонятно в общем у нас я не считаю это конфликтами конечно и ругань и мат и посылание все это есть но люди творческие были ли какие-то номера либо там миниатюры либо это в ковене либо вашем шоу когда было стыдно в этом участвовать конечно например вот я не буду обижать я скажу зрители посмотрите номер назывался концерт в налогово или что-то такое то есть там какая-то группа значит музыкантов ехала на концерт в налоговую и они попали в аварию перед этим и они все ботаны и там я учу-то у меня голова по-моему была периодом там просто не кому было выходить и ребята меня попросили а вы как вы будете играть на тубе вы такими руками он не будет играть на тубе тут вообще нету партии тубы в этой пьесе вообще а у нас закон такой просто в дегласный ты должен роль сыграть если она те категорически нравится или что-то если тебя просят ты должен выходить вот у нас такой закон кстати нас очень сильно сдерживает во многом потому что мы ребят договорились иди ты потом естественности что я уж не помню у меня же до рука была перемотана голова и какая-то какая-то у меня была труба еще в руках и вот ну мне сам номер не нравился там его исполнители там все какие-то все перебиты и перемазаны с выбитыми зубами и все это для меня это грязно и прям но зал смеется весело и они его играют а я на заднем плане стою и мне прям ужас и когда начали петь песню я после первых двух строчек без меня ну залу понравится номер там куча просмотров у него но я просто про свои внутренние ощущения мне мне прям категорически ность и еще один где я сам лично придумал и мне было стыдно мы играли все время разминки еще на нашем шоу был целый номер разминка все время залами мы там выходили в разных каких-то образах и однажды у нас был соревнование типа насекомые и средства для борьбы с насекомыми то есть тут какие-то жуки там всякие тараканы были а мы значит в каких-то были костюмах и я по-моему был в костюме тапка мне было ужасно неловко я вот так стою а я думал мы сейчас выйдем и зал сразу разорвется как она смешно эти средства эти значит насекомые и мы вышли в зале громоздкие костюмы коричневые некрасивые все так ужасно вот и я там вот присутствовал и мне было я готов был сквозь землю но я уже там идти не мог там уже как бы я это и придумал надо же стоять в общем не знаю был в эфире этот номер или нет но вот прям плохо теперь поговорим именно про телевидение и сериалы реальные пацаны сериал который прогремел на всю страну и после него вы стали одним из самых узнаваемых людей актеров в не только в екатеринбурге но и в россии самых низов прошел весь путь чтобы я весь этот бизнес на своей шкуре вот прохалал а да он стопудовый сам так начинал короче дело как было мы с валидами мякишем калаши берем залетаем к нему в офис ну и старого директора нафиг и упала тогда нам в собственность двенадцать вагонов а один вагон это считай миллион считай папа миллионер я прочитала о том что якобы вы говорили журналист что вас туда взяли по блату это уже сайт блат . что вроде как вас не хотели туда брать несколько раз утверждали 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 и вы такие но а поговорили с режиссером и он говорит ну ладно вот вот как как то так там было то все дела описано давайте все разрываем шаблоны желтая слышал да я слышал что сейчас нейросеть такая существует которая вот уже полгода пишет новости и даже реальная такая история что она сопоставляет там мозг такой почти bio вот биокомпьютер и он значит выдергивает из всей сети всякие вещи не компонует новости из них мне кажется это вот одна возможно потому что я такого за последний год начитался про на про нашу команду в шоке но то что мы распались то это понятно но то что там ну ладно не буду там личности касается так вот что касается реальных пацанов никакого блата конечно не было просто мои знакомые это были не знаю для кого этого как это называется блатный блат но они просто одновременно это жанна катникова режиссер и антон зайцев он продюсер они долго думали кого взять почему то вот как они рассказали они утром друг другу звонят я придумала где-то я тоже придумал давай хором сергей ушел то есть вот вот так было блат это или нет они мне позвонили я честно приехал в москву на пробы то есть не просто так они меня отсняли все это посмотрели и показали на канале они сказали догадись все вот так и тут ладно по блатку и выживите мгновенно стали если в уральских пельменях это юмор для среднего возрастного диапазона то здесь реальные пацаны это все-таки юмор для ну и сериал для молодежи грубо говоря вот было если до вас какая-то разница в шутках шутки для молодежи и шутки для среднего звена ну ты знаешь да к сожалению есть поможете счастье я вот допустим не знаю мне не стыдно за это я этим горжусь я когда листаю телевизор каналы я вот если дохожу до смеха панорамы или петросян шоу я останавливаюсь вот честно не из-за того что мне там до истерики смешно я просто смотрю чем живет зритель и к сожалению уже наш зритель потому что уральские пельмени все равно подбираются уже 40 плюс а то и выше да и поэтому когда у нас в шоу возникает какие-то какие-то веселухи в плане там именно молодежная я прямо радуюсь и мы с удовольствием засовываем особенно мы с удовольствием засовываем миниатюры с детьми это уже подрастающее поколение которым сейчас да там до 12 нас тоже смотрят очень сильно именно дети то есть у нас такой небольшой провал по по аудитории это где-то 15-30 вот это наш провал все остальное нашу но мы стараемся стараемся как-то вот сейчас мы придумали проект пока рабочее название рассмешившие пельмени вот но есть еще второе название пельмени раздают бабло там смысл в чем надо мы с любой точки человек может зайти на к нам допустим сидя в квартире там в офисе на улице где угодно и попытаться рассмешить кого-то из нас если ему то удается он получает англии не ну а как это делается на тоже надо заранее согласовать когда куда прийти или то приходить что он дома в этом то основное преимущество да потому что есть вообще для того чтобы себя показать как бы кому-то нужно ну есть три преграды на первое это нужно тебе найти время чтоб ты приехал в москву до условно где там кастинг идет второе это нужно тебе найти деньги чтобы это делать а третье самое ужасное это те нужно выйти перед перед аудиторией и прям это же страшно очень сильно а здесь мы все эти три преграды снимаем то сидит человек дома в трусах условно он нажал кнопку все пельмени на него смотрят он здорово и все герти у меня есть анекдоты пытается там нас размешить размешим получил деньги вот такую программу у нас 25 числа будет примера так что если на каком канале это ютубе то есть вы сейчас постепенно уходите тоже в сеть как и вот и кстати говоря почему я вспомнил что рассмеши пельмени это такое название такое классическое именно пельменское такое а вот пельмени раздают бабло это как раз вот для вот это интернета до 30 совершенно поэтому вот мы сейчас думаем что взять но тебе не смущает дает название не мне кажется это на вот прикольно потому что это цепляет сразу же глаз и хочется посмотреть каким образом и что там делают с баблом а может я смогу заработать и прочим но мы же все люди корыстно и сподвигают народ на на отдачу и на на плохие отзывы то есть бабло раздают значит понятно ну то есть и это тоже хорошо плохая критика это ведь тоже если критика это ведь тоже хорошо ну и еще хотелось бы поговорить про проекты которые пишутся отдаются продюсерам или владельцам телеканалов директором но они пока не выходят какие были проекты например тот где мы с вами вместе снимались мне попросили тогда я приехала и мне еще прилетела с аренкой они твореным вареным пельменем полку но это был проект это был проект господи как как мы его назвали то я сейчас даже не вспомню это да все это пельмень сити назвался скетчком то есть это типа нашего концерта уральских пельменей только он снят как как кино то есть идет там шесть скетчи там 7 типа нашего концерта да по длине но все вот так сделано очень круто камерами с какие-то приглашенными актерами и так далее ну вот и участвовала скетчи про бабушку этот скетч особенно понравился естественно вру конечно да вот и мы не договорились с ними по 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 нюансам по нюансам состоятся пока не договорились то есть они взяли паузу и во время этой паузы на нас напал коронавирус поэтому сейчас это все лежит на путь это на полках стс было ли такое что вы становились персоной для хейта или там вас заваливали какими-то поклонники странными письмами ну вот какие-то вот эти вот звездные вещи у звездных людей когда поклонники жестили и всякую дичь творили да нет знаешь в моем случае как-то вот все без такого вот без наглости не то что наглости без но вот без этого то есть я да я допустим комментарии ну захожу какие-то статьи там иногда даже дело не статьях отдела в комментариях у народа очень много злости особенно что касается политики даже вообще ужас я сейчас уже не стал следить а вот год-два назад про украину особенно там же просто народа лбами столкнули так что невозможно читать там человек просто написал фразу ему тут же начинает прилетать что он там чуть ли не сейчас приедем тебя те голову отрежем и твои и твоей маме тоже ответ чё к чему откуда столько ненависти людей я понимаю там у людей которые попали там в донбассе там или где-то под подмины там да они могут там это но сидит человек в хабаровске ему до этого украины нет у него желчь плещет прям аж до нас долетает ну как так народ почему-то очень злой стал вот а в моем случае почему то нет там веселый был один комментарий я в свое время был ведущим программы хулиганы по-моему я не смотрела я читала на телеканале че по-моему да она выходила по моему то ли на пятницу туда вот и там была финальная серия и там просто стоял стояла пианино там все красиво очень свадьба была я ведущий не только пиджак красивые дали и стыд пианино белое я просто сел и что-то потренировал там и фотографии выложили инстаграм и пишет девушка моя женщина типа ха мне я тут значит коплю на шланг для водопровода мне нужен сад они тут на белых роялях играю я не знаю что сказать ну действительно да вот нет у людей денег на шланги а я чё это мой рояль что ли я просто сел нажал клавиши ну то есть это я не скажу что это прилетело мне просто вот люди вот так отреагировали мы поржали конечно там даже что-то написали но в целом вот все на таком уровне то есть ненависти почему ненависти ко мне нет ну и напоследок понятное дело сейчас коронавирус все об этом говорят трубят как-то изменились заработки или концертная деятельность период вот этой вот самоизоляции пандемии конечно изменились у нас отменилось три концерта у нас отменились гастроли штук 15 то есть мы у нас же единственный как бы источник дохода это гастрольная деятельность и концертные и съемки не стс отменилось все то есть если кто-то там может что-то там поделать то мы практически ничего не можем единственными можем писать юмор но юмор тоже сейчас никому не нужен больше никто ничего не снимает соответственно мы сидим сейчас какой-то там деньги какие-то остались вот тоже на дачах как и ты и пытаемся что-то в интернете там такое по минимуму с минимальными затратами как-то немножко народ поддержать в том что мы все-таки еще мы здесь мы же ребят мы никуда не делись программки такие выходят небольшие дома с пельменями называется то есть тоже каждый у себя дома что-то пытается поюморить где это выходит дома с пельменями дома с пельменями ю тубе как канал называется у нас сейчас канал шоу уральские пельмени на есть большой канал просто уральский просто забиваешь дома с пельменями это просто чтобы наши зрители понимали о чем речь чтобы они тоже зашли посмотрели отлично кстати очень удачно сейчас период пандемии когда еще люди сидят дома стартовал новый сезон уральских пацан ой господи уральских пацанов я уже сговорилась пермских реальных пацанов снимались когда эти первые серии слушай я же там ведь как бы как бы там и как бы не участвую но конечно там есть какие-то отсылки что я где-то там что-то есть был в первой серии там во второй гена вообще говорил в первой серии там или во второй гена вообще говорил моим голосом да я записывал свой голос но я москву не полетел я записывал здесь на студии очень было сложно попасть в генину артикуляцию сказать открыл секрет по идее тоже гена говорил моим голосом они я все меня сейчас оштрафует но откройте тайну вы вообще появитесь в конце сезона или середине слушай меня сейчас зовут москву сниматься но я очень боюсь потому что все-таки коронавирус вроде как хихаха все это но вот мне зачем это привезу оттуда не дай бог тут мы начнем все болеть всей семьей понятно что там вряд ли мы умрем организм вроде сильные но кому охота две недели лежать и чихать вот мне не охота ну и напоследок такой по скрипту в нашей программе кто является авторитетом для вас вашей области или в какой-то другой области ну вот какой-то человек который вы прям безмерно уважаете ну это все мои друзья как бы я безмерно уважаю гаррика мартиросян семена слепакова для меня такие два человека которые себя сами сделали просто это конечно здорово вообще на них все время ориентируюсь их тактичности особенно гаррика мартиросян конечно мега тактичный человек если у семена проскакивает каждую пятницу я конечно горит не красит такого не позволит всегда тактично сюда четко всегда над всем этим находится но для меня это один из гений которые двигают мир спасибо что пришли к нам я лично фильм не напишу никогда но у меня есть люди которые напишут меня люди которые снимут у меня есть идеи которые какой-нибудь идеи можете рассказать я сто лет уже хочу у меня даже синопсис ну не синопсис а ну да синопсис то есть там течение этого фильма как все должно происходить это фильм про кауэн я хочу в главной роли с Александром Васильевичем естественно шучу там все время проходит по заднему плану имеется ввиду история становления команды вообще то есть от нуля вот как как они первую шутку придумали как они стали чемпионами пошли дальше то есть вот эта история как допустим движение вверх да про баскетболистов там еще какие-то вот эти вот эпические российские фильмы про известные как бы коллективы вот я хочу про уральские пельмени сделать именно с другими актерами понятно которые с вымышленными какими-то историями но в целом это вот фильм про то как человек из сварщика условно становится звездой экрана вот вот такое хочу сделать мне кажется она на несколько великих режиссеров в том числе big моментов почитали сказали ну нам не интересно но ничего думаю что все это потом думаю мы сами это с ним почему бы и нет